здравствуйте дорогие друзья итак человек приходит в этот мир на короткие какие-то мгновения в 120 лет а имеет огромную задачу найти того кто создал этот мир кто следит за ним и кто смотрит за развитием нас его детей ищем мы его да ищем истину происходящего человек должен искать истину написано так у мудрецов ищите ее пока не найдете пока не окажете вот она передо мной я ее вижу истина написано доступно каждому из нас давайте теперь разбирать эту истину начнем знаете кого с достоевского он сказал что не надо думать что человек поступающий в соответствии со своими убеждениями уже порядочный человек надо проверить какие его убеждения откуда он взял себе все это в голове мы с вами сейчас путешествуем от пейсаха к крыша воду от выхода из египта до дарования торы все происходящее в египте было в общем абсолютно справедливым мира за миру 10 казней превращения воды в кровь за то что египтяне не давали еврейским женщинам окунаться в мигу чтобы не размножались лягушки за то что и принуждали отлавливать разных гадов в реках в реках что еще вши возникшие земли за то что заставляли работать мусорщиками квалифицированных там и так далее но никто ничего не заметьте не поколебала уверенности фараона в том что еврейский народ отпускать нельзя после каждой из казни он ходил к маше просил вроде как просветление находилось да и опять то же самое поведение фараона это загадка в общем-то в таких обстоятельствах самоубийственная упертость лидера вот этой мировой цивилизации того периода как впрочем было и в разных других случаях не дает покоя толковательным казалось бы любому на его месте хватило бы малой толики чтобы немедленно сделать выводы но не фараону так вот надо не удивляться нам жизнь тоже ежедневно дает подсказки также как фараон мы проходим мимо них не обращаем внимание если обращаем иногда делаем неправильные выводы потому что у нас есть мнение по всем вопросам еще ничего не знаю но мнение у нас есть как говорили мудрецы одно из важнейших человеческих нужд является составление собственного мнения например что-нибудь где-то происходит отключили электричество повысился или там упал курс доллара цунами на суринами человек чувствует что он должен что-то об этом знать или думать желательно что-то логично убедительно ведь мы живем в мире где отсутствие собственного мнения иногда сравнивается с невежеством обратите внимание что в прайм-тайм по телевизору по радио там обсуждают актуальные события и компетентные такие люди там раз ведущие рассказывают предлагают нам готовое разжеванное видение происходящего не констатацию фактов а именно их объяснение и подобные передачи имеют колоссальную скипе кто-то говорит так это сказал там петров иванов там или так далее почему человек устал он пришел ему хочется за две минутки быть в курсе дела всего тут раз ему и все объяснили сформировали собственное мнение фараон не был простым обывателем он наоборот создавал мнение других например что там он рассказывал там эту великую сказку о своей божественности и так далее фараон знал что все в мире можно объяснить если сильно поднапрячься был такой доктор плюгмахер там такой из института водной экологии там германии и он считал что египетская река стала кровавой это потому что сделали бактерии такие-то темнота снизошла на египет в результате извержения извержения вулкана терра на греческом острове санторий и на это вот так оно было пепел вы и так далее я видел сам своими глазами передачи в бисе когда ученый взял тазик налил воды взял вентилятор сильно включил и вода вот так вот разошлась немножко сказал все вот так вот и было и при разбежении моря когда фараон столкнулся со странным еврейским лидером маше предложившим другую духовную картину мира он с ним конечно не согласился дальше произошли казни вот надо было их объяснять на фарон себе уже изначально все объясню тогда его замкнуло пусть разрушается страна но не разрушится его мир его великая сцена и вот эта трагедия продолжалась с тех пор по сегодняшний день многое сейчас мире происходит по такому же сценарию просто для того чтобы попытаться добраться до у той истины с которой мы начали урок надо сверять свое мнение теми кто может быть знать правду именно поэтому есть смысл попытаться увидеть духовные корни всего происходящее увидеть мир с другой стороны увидеть мир со стороны духовности пока еще есть время что ответить человек через 120 лет когда предстанет перед творцом чтобы вы скажет что меня сбил с толку телевизором нам все надо решить кто мы такие если реально материальная то значит мы материальные если мы ориентируемся на потребности тела то всегда все будет зависть все будет одно и то же если же мы мыслим себя существом духовным все иначе если мы существа духовные для нас не столь важны уже многие вещи материальные блага не есть венец всех устремлений как правило элементарное там что-то там существует вопрос на том насколько роскошные будут наряды насколько там и так далее благословение проклятие я предлагаю тебе сказал бог человеку смерть или жизнь выбери жизнь раз так сказал бог то надо выбирать жизнь это наша миссия задача в этом мире разобраться нам духовным существам браха вецлахам